Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Да, и мы, собственно, снова с вами. У меня лично возникают такие вот сомнения. Но вот как он мог построить такую большую богословскую систему, основываясь только на единичном опыте откровения и на общении с апостолами? Ну, видите как. Во-первых, мы не должны отделять Павла от его иудейского контекста. Ни в коем случае. Это во-первых. Второй момент связан с тем, что после встречи со Христом, встречи с воскресшим Христом, это важный вот этот момент, Павел понимает, что, собственно, то, что иудейский народ, мечтал, что Господь сделает для всего народа, для всей нации. И вот это ожидание, оно не исполняется. Воскресший Христос – это свидетельство для Павла о том, что все те обетования, которые Господь обещал воплотить в жизни еврейского народа, он это сделал. Но в контексте одного взятого человека. И этот человек – Иисус Христос. И поэтому для Павла это есть свидетельство того, что Божьи обетования, они исполнены. А если произошло уже воскресение, это означает, что новый век, о котором они все молились, которого ожидали, и к которому они просто стремились, но некоторых пытались как бы принудить к тому, чтобы жить по принципам нового века, нового царства. Это новое царство уже наступило. Когда Христос пришел, Он стал говорить о том, что ныне исполнилось пророчество сие. И мы знаем о том, что греческое «исполнилось», оно может еще означать то, что наполнилось определенным смыслом. Правильно? И поэтому вопрос в том, что происходит наполнение того смысла Христом, который был дан когда-то ветхозаветными пророками, и мы видим, что сейчас Павел все это переосмысливает в своей жизни, и для него не возникает здесь уже никаких других альтернатив, как только исполнить то, для чего Господь его остановил на дороге в Дамаск, а именно, чтобы сделать его светом для язычников, как об этом говорят, собственно, пророки. Потому что наступление нового века, оно связано с тем, что Господь искупит свой народ, а в свою очередь его народ, Израиль Божий, он обратится к язычникам, для того, чтобы и язычников пригласить вот к этому отношению, к этим благословениям и обетованиям с Богом Яхвы. И поэтому мы видим, что для Павла нет других уже, собственно, не с самого начала. Он заявляет о том, что было понятно, что Петру дано благовествование благовествование для вере на благовествование для обрезанных, а Павлу для необрезанных, для язычников. Поэтому вот нельзя, как только мы отделяем Павла от его иудейского контекста, у нас начинаются проблемы с тем, как толковать его жизнь и вот это вот обращение и его послание. Здесь вопрос возникает, что нового сказал Павел в своих посланиях из того, что не было сказано во времена Ветхого Завета? Что нового сказал Павел? Или другими словами, Райт задается этим вопросом в своей книге, которую я напомню, что мы ее обсуждаем сегодня, что на самом деле сказал апостол Павел. Он задается вопросом в отношении того, что есть Евангелие, когда он говорит о Евангелиях. Вот на этот вопрос Райт отвечает, мне кажется, очень глубоко и интересно, и как-то вот для неподготовленного читателя, для того, кто воспринимает как-то объезжено это слово, как-то необычно, Райт подает. И Райт пишет очень интересно, что Евангелие для Павла это была весть о том, что воцарился Христос. Это не то, что надо идти там, чтобы все покаялись или что-то еще такое, но о том, что вот старый век и новый век рубеж произошел на кресте, и точнее даже на кресте, и в момент воскресения, когда все обетования, которые Израилю были даны, они исполнились во Христе Иисусе, и таким образом Бог его воцарил над всем миром. И для него это и было, по сути дела, Евангелием. Но что внутри этого важного, несомненно важного момента, я думаю, сейчас Эдуард Михайлович нам прояснит чуть глубже этот момент. Ну, несколько моментов надо здесь отметить. Во-первых, ну, мы знаем с вами о том, что, ну, Райт говорит, что греческое Евангелион, оно было достаточно нейтральным словом, но просто означало какую-то добрую весть. Это могло быть рождение наследника в императорской семье, это могла быть победа, это могло быть воцарение, это могло быть что угодно. Но обычно вот в таком, в таких коннотациях воспринимается. Поэтому важно здесь понимать, что для Павла фактически несколько моментов важны. И прежде всего это воскресение из мертвых. Потому что воскресение из мертвых – это полная абсолютная победа над злом. Вопрос возникает. Кто из сильных мира сего способен на это? Никто. То есть у всех политиков, которых мы видим в средствах массовой информации и на протяжении всей истории человечества, множество политиков появляется на страницах Священного Писания, в Ветхом Завете, в Новом Завете. Кто мог? У них такие амбиции. Такое впечатление, что их сейчас просто разорвет от их амбиций, от их попыток владеть миром, владеть ситуацией и так далее, контролировать все, что происходит вокруг них. Вопрос возникает. Могут ли они контролировать дни своей жизни? Могут ли они контролировать день своей смерти? Нет. Господь Иисус Христос, воскреснув из мертвых, продемонстрировал, что Он контролирует вопрос, связанный вот со смертью. Он победил это. И это уже Евангелие, потому что если Он это сделал, Он даст возможность и своим последователям вот эту жизнь иметь. И об этом пророчества Ветхого Завета говорят. Второй интересный момент, связанный с Евангелием, это то, что вот мы можем в это и в это может не вериться, но Христос это царь. Не в каких-то духовных представлениях, как мы очень часто в церкви слышим, когда нам говорят очень часто такое мы... Я вот в церкви неоднократно сталкивался с таким. Да, Христос царь, но Он царь духовный. Что это за понятие такое «царь духовный»? Он царь, что ни на есть царь. Вопрос только в том, что Его правление, Его политика, она построена не на принципах этого мира, не на принципах «разделяй и властвуй», не на принципах «прав тот, кто сильней», не на принципах, как сегодня очень часто говорят, «язык дипломату дан для того, чтобы скрывать правду». Или профессионализм дипломата заключается в том, чтобы ответить на вопрос так, чтобы никто не понял, что ты имеешь в виду. Это не есть хорошо, это не есть позиция Христа. Для Него в Его царстве возвышаются нищие, убогие, заброшенные люди, больные. Вот этих людей Он сначала исцеляет, и вот эти вот последние, эти отбросы общества, они становятся первыми в Его царстве. Он, как политик, призывает к тому, чтобы мы не заботились ни о чём, не заботились о завтрашнем дне, потому что у нас есть царь, который о нас заботится. А это, кстати говоря, было во все времена и во всех государствах, это было актуально. Что делали политики в Риме для того, чтобы как-то на свою сторону привлечь массы народа, население? Хлеба и зрелищ говорили. Вот что необходимо было людям. Христос говорит, этот принцип в Его царстве не работает. Этот царь не пытается завоевать наше внимание какими-то сверхъестественными чудесами и так далее. Он не ищет популярности, этот царь. Хотя при этом, заметьте, что происходит, ему подчиняется и природа. Мы видим, что он поднимает руку, утихает море, стихия, рыба собирается в эти сети апостола Петра. И ему подчиняются бесы, которых он изгоняет. И поэтому в данном случае Евангелие – это не что иное, как воцарение креста, как то, что Бог стал царем. Мы видим с вами, кстати, для Павла, мне кажется, особенно когда речь идет о послании к фессалоникийцам, где он рассуждает о втором пришествии, о том, что происходит борьба какая-то политическая. Для него книга пророка Даниила очень важна. И мы видим с вами, что происходит в этой книге. Столкновение империй, борьба за власть, которая будет продолжаться до второго пришествия. Но при этом Павел говорит о том, что есть только один царь, царство которого будет вечным и неизменным. И в его царстве вот эти больные, убогие, нищие, они наследуют землю. Им принадлежит это царство. Не тем, кто пытаются заявлять о том, что они самые богатые, они самые знаменитые, и у них в руках вся власть. Христос показывает конечность этой власти. Он показывает, что в конце концов приходят эти цари, они уходят. Да, Господь на какое-то время даёт им возможность, чтобы они себя проявили, но в конце концов вот эта порочная политика, она, Господь демонстрирует, что у него совершенно другие методы в его правлении, в его царстве. Вот вы затронули вопрос, что для Павла крайне важно вот эту вот концепцию воцарившегося мессии. Райт подчеркивает, что, по его мнению, это является центром богословия Павла. Но вот вообще правомерно ли искать центр богословия Павла как таковой? Ну, может быть, это прочтение Райтом Павла, но с другой стороны, дело ведь вот в чём. Ведь всё, что Павел пишет, оно фактически вращается вокруг того, что для нас сделал Христос, будучи мессией, будучи царём. Мы видим, что везде в его, в своих посланиях Павел называет Иисуса Господом. А вот это куриос греческое, оно всегда упоминалось в отношении императора. А в септуагинте мы знаем, оно упоминается в отношении Яхвы, да, и тетраграмматон переводит септуагинта словом куриос. То есть, иначе говоря, когда мы говорим о Христе, важно понять, в какой контекст Павел помещает Христа. Ведь он помещает его в контекст политический, когда есть кесари, когда происходит борьба между этими кесарями. Павел говорит, стоп, 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 подождите. Да, помните послание Криминум 13 глава? Он говорит, нет, власти не от Бога, с одной стороны, говорит, всякая власть, которая утверждена, она Богом поставлена. Но куриос, единственный Господь, единственный царь, император, это Христос, который правит этим миром, которому подчинены все силы вселенной. И интересно, что здесь Павел, собственно, не одинок. Это не изобретение Павла, это исповедание самого Христа, который заключает свое земное служение здесь на земле тем, что говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И потом, говорит, идите и научите. И никак не перед этим, понимаете? Дана мне всякая власть на небе и на земле. Христос никогда не отказывался от того, что он является царем. Мало того, когда у него спрашивали, ты ли царь? Христос, помните, что спрашивают у Пилата? Ты откуда это знаешь? Тебе кто-то сказал это? Понимаете? То есть Христос никогда это не отрицал, но он это никогда не выпячивал. Понимаете? Его царство не от мира сего. У этого царства другие принципы. Не потому, что он духовный царь, а его принципы, они другие. Поэтому мне кажется, что все-таки здесь можно с Райтом согласиться, можно нет, но мне хочется с ним согласиться, потому что все вращается вокруг этого. Потому что Христос распятый в центре посланий Павла. Христос распятый, царь, который пришел установить свое царство не огнем и мечом, как пытались это сделать Иоанн и Яков, да? Сыновья Зеведеевы, самарянским селением. А он это пришел сделать, как кроткий царь. И то, что он садится, помните, на молодого осленка, его ноги едва не касаются земли, это с одной стороны демонстрация его принципов. С другой стороны, это некая насмешка над тем, как пытаются взять в свои руки власть сильные мира сего. Въезжая, зарабатывая себе триумф, въезжая в Рим или в какой-то другой город, на лошади и так далее, и в честь них строят какие-то триумфальные арки. Христос другого, в кавычках, другого посола царь. Он другого типа, но он себе приобретает царство вечное. И мы видим с вами, что за первые три века столько христиан появляется по всей Римской империи, что вся эта римская машина, она просто не может, не в состоянии сопротивляться вот с этим надвигающимся христианством. Она просто не в состоянии бороться с теми самыми же нищими, убогими, которых становят, все они становятся христианами, и их становится очень много по всей Римской империи, и в конце концов, в начале, в первой четверти четвертого века Константин принимает христианство. Фактически, признавая, вот в лице Константина все языческие царства, они подписали капитуляцию. Вот я бы вот так сказал. Красиво. Нет, правда, так очень мощно, красиво, даже прям. Но не иначе. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, да. И на самом деле, вот, все то, что, то, о чем мы говорили, Павел, он себя не мыслит, Райт пишет не иначе, как глашата и нового царя, то есть это не то, что он просто как бы миссионер, ну вот такой, ну вот у меня есть весть, я пойду скажу, он идет проповедовать то, что Христос воцарился. И это вызов всему языческому миру абсолютно. И я имею в виду именно языческий мир, потому что он пошел туда проповедовать. То есть все ваши идолы, он говорит, ничто. И он это все делает в контексте иудаизма в целом. То есть оставаясь иудеем, он ведет такую весть. Ваши идолы ничто, потому что Бог есть Творец. Кесарь, кесарь не кесарь, потому что настоящий Кюриос, это Иисус Христос. И вот эта весть, она касается, не просто касается, она переворачивает сверх на голову мысли всех людей, которые это должны слышать вообще. То есть все, на что люди уповали, Павел берет и говорит, что это все не так, а на самом деле все немножко по-другому. Не немножко, а радикально по-другому. И разворачивает это все. И это потрясающе на самом деле, вот то, что он делает. Можно одну секундочку здесь буквально? Я тебя немножечко перебью. Вопрос здесь, знаете, он риторического характера, наверное. Почему Павлу голову отрубили? Просто потому, что его боялись. Вот, казалось бы, ну, кому может причинить, какое зло может причинить вот этот человек? У нас есть описание, я не знаю, оно подлинное или нет, но есть описание II века в апокрифическом деяниях Павла и Фёкла, описание Павла. Человек низкорослый, лысый, кривоногий, вот, с бровями сросшимися, с большим носом. Кому, какое зло мог причинить этот человек, что ему просто берут и отрубают голову? Павла боялись именно за то, что он проповедует вот эти вот идеи, которые иногда мы считаем именно политичными, но это абсолютная неправда, потому что Христос – это царь. И вот в контексте всего того, что мы сказали уже, вот, о том, что Христос – воцарившийся Мессия, и вот где всё-таки для нас родное, наверное, занимает у него тогда, если это не центр, богословие того, что есть оправдание по вере. И вот по Райту тоже интересно он это всё рассматривает. То есть мы как обычно думаем, что вот есть, у Бога есть некая праведность, которой он делится. И, ну, может быть, я сейчас очень взрывные вещи говорю для многих людей, но Райт описывает это немного по-другому. То есть для него это не что иное, как судебная терминология того, что, во-первых, уже произошло, и то, что произойдёт ещё раз потом в конечном итоге, что праведность Божья, вот это оправдание по вере, это чисто его качество, ну, что он, в принципе, им ни с кем не делится. Это то, чем он обладает изначально по сути своей. Ну, вот как тогда можно понимать то, что он пишет Райт, вот согласовать с тем, что обычно мы понимаем под праведностью по вере, мы, принимая лютеранскую концепцию, наверное, этого по большинстве своём. Ну, я бы не совсем согласился с тем, что мы принимаем лютеранскую позицию. Ну, частично, я не говорю, что полностью. Ну, да. Видите, что происходит? Вот мы, может быть, начали с того, что мы говорили, Павел написал чуть ли не половину Нового Завета, и действительно мы видим, что Христос доверил формирование христианского богословия Павлу. Ну, Павел был учёный муж. Но при этом возникает вопрос, имеем ли мы право из соображений каких-то там, я не знаю, конъюнктурных или из соображений вот этой борьбы как последователей реформации протестантов, борьбы с какими-то католическими взглядами, имеем ли мы право свести всё богословие Павла, всё, что он пытался сказать к вопросу оправдания по вере? Наверное, нет. Совершенно очевидно, что оправдание по вере, оно занимает непервостепенное место в его послании. Где он говорит об оправдании по вере? Он говорит об этом в римлянам и в послании Галатам. Он об этом пишет. Другой вопрос, что оправдание по вере – это как бы само по себе оправдание, действительно, это юридическая терминология, которая вписывается в концепцию иудаизма о том, что Господь сделает для своего народа. И это понятие оправдания, оно воспринимается в иудаизме больше не на каком-то индивидуальном личностном уровне, как мы к этому привыкли. Потому что мы очень часто думаем о своей духовности в контексте вот таких вот юридических понятий – оправдан, не оправдан. Иудаизм не мыслил, как бы в иудаизме учёные не мыслили в таких категориях личностного характера. Они мыслили об оправдании народа в целом. И это то, что Господь сделает со своим народом в будущем. Поэтому это больше, как раз Райт и говорит об этом, это больше не сатериологическое понятие, говоря богословским языком. Оно больше эсхатологическое, потому что оно направлено на будущее. Да, действительно, Господь это уже сделал, но вопрос возникает. Этим вопросом Райт задаётся. Как бы сейчас Павел, если бы он сидел рядом с нами, как бы он с нами говорил бы в отношении того, что происходит с человеком, когда он познакомился вот с благовестием Христовым? Ну вот он услышал о Евангелии. Что происходит дальше с человеком? Он раскаивается, он просит у Христа прощения, он входит вот в это тело Христово, которое является церковью. И посредством молитвы, посредством общения, посредством какого-то труда, каких-то своих даров, которые Господь наделяет этого человека, он просто присутствует в церкви, он своим каким-то участием её, не знаю, созидает, как Павел говорит, и в послании Кефесянам, и в послании Коринфянам говорит об этом. И вот его жизнь повседневная такая, с церковью Христовой. Поэтому вопрос возникает, а какое здесь место занимает оправдание по вере? Поэтому это больше эсхатологическая категория, как пишет Райт, нежели сатериологическая. Можем ли мы постоянно находиться вот в этом рассуждении о том, оправданы мы или не оправданы? Сегодня я чувствую себя хорошо, и у меня вроде бы как бы не возникает каких-то серьёзных вопросов с Богом, и я чувствую себя оправданным. А завтра у меня может быть что-то не очень хорошо, и настроение у меня другое, я не чувствую себя оправданным. Является ли это субъективной категорией? Конечно же нет. То есть это категория судебного толка, судебного юридического характера, и она зависит, она связана только лишь с деянием Христа в моей жизни. Поэтому это не есть основополагающий вопрос. Он является, он занимает определённую нишу во всём богословии апостола Павла в отношении того, что Христос сделал для нас на кресте. Наша передача на этом заканчивается. Ждём ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127-473 Москва, Абонянский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете – www.golosnadежды.ru. До свидания. Господь да сохранит вас всех от зла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok